С добрым утром! Вы смотрите Мультобзор. Главные новости из мира мультфильмов. С вами Филя и Маша. Маша, что ты смеешься? Ничего, Филипп, прекрасные очки. Спасибо. Сегодня выпуск. Пять самых популярных серий фиксиков. Ну, молодец! Мам, я выиграл мороженое! Чему посвятили юбилейный выпуск сериала? Нулик, спроси Симку. Она что знает? Восстание машин в квартире. Ребята! Общий сбор! Кто такой Ник-изобретатель? И почему ему посвятили мультфильм? Все это в мультобзоре. Смотреть всем! Начнем с поздравлений. У фиксиков вышла 150-я юбилейная серия. Кто это? Это я, Сердце! Тук-тук! Слышишь? Ага, отличный повод, чтобы вспомнить главные достижения сериала. И самые любимые серии. Друзья, привет! У вас есть любимая серия фиксиков? Посмотрим, значит ли она в списке самых популярных. На пятом месте серия «Инструкция». В интернете ее посмотрели 48 миллионов раз. В ней Дим Димыч пытался собрать стул без инструкции. Получилось не очень. Четвертое место присуждается серии «Фиксифон». У нее 54,5 миллиона просмотров. В этом выпуске Симка и Нолик прокачивают новый телефон Дим Димыча. Сим! Вот это да! У меня теперь свой фиксифон! Открутись, а что так? Третье место – серия «Микробы». 56 миллионов просмотров. Дим Димыч и Нолик увидели в микроскоп, как выглядят микробы, и объявили им войну. У серии «Лифт» почти 58 миллионов просмотров. Она заслуженно занимает второе место. В этом выпуске Дим Димыч с родителями застревает в лифте. На выручку приходят фиксики. Я знаю, что делать! Смертельный номер под куполом цирка! Матя, ты куда? К электроматеру! Ну а золото достается серии «Пчела» с рекордными 60 миллионами просмотров. Этот выпуск не про технику и электронику, а про пчёл, как они живут, общаются и помогают людям. Ну давай, лети! Да ей-по ей, не жадничай! Да мне не жалко! Она из твоего варенья мёд сделает! Кстати, в этом году фиксики получили награду «Лучший детский проект о науке». А ещё выпустили юбилейную 150-ю серию. Она о том, что такое сердце и как оно работает. Хочу как? Я наконец-то понял, в какой кружок я хочу! В робототехнику? Не! В медицинский! А в следующем, 2020 году, сериалу исполнится 10 лет! Посмотрим, чем ещё он нас порадует! Раньше фиксики были единственным сериалом о механизмах и технологиях. Но, похоже, у них появился конкурент. Новый сериал «Ник-изобретатель». О мальчике и восьми роботах, которых он собрал сам. Хм, и как они только в комнате у него поместились! Узнаем это из сюжета нашего корреспондента. Это Ник-изобретатель. На первый взгляд, обычный школьник. На второй, талантливый робототехник. Надо срочно сверить данные. Ему всего 10, но он уже собрал себе 8 друзей, умных и полезных роботов. О, ребята, а я что-то пропустил? Он их сделал собственными руками, напечатал, да, напечатал на 3D-принтере сам, наделил их искусственным интеллектом. Они умеют разговаривать, умеют делать всё, что нужно Нику, и даже чуть-чуть больше. И он с ними дружит и познаёт мир. Вот портрет твоего лучшего друга рисуем. Это силач Мегатон. Супербыстрый, летающий турбо. Робот-шпион Р-7. Талантливый художник Пика. Начитанный плата. Азартный и смелый геймер. Малыш Мик. А это самая ловкая и организованная Ро. Единственная девочка в компании. Расскажите, как же они все поместились у него в комнате? Они же большие. Нет, во-первых, роботы не очень большие. Они где-то по колено Нику. А кроме того, Ник живёт в большом загородном доме. Он живёт не в квартире у нас. У него такая красивая двухэтажная комната. На втором этаже он спит. На первом этаже у него мастерская. С квартиры понятно. Но откуда у Ника такие знания? Оказывается, действие мультсериала происходит не в настоящем, а в недалёком будущем. Ох, сейчас лучшее время для запуска. Уже технический прогресс шагнул так далеко, что, в принципе, скоро любой ребёнок сможет дома на 3D-принтере напечатать всё, что он захочет. Грандиозно! Скорее бы эти времена настали! Сколько бы я украшений себе напечатала! Пойду скорее смотреть сериал и мечтать! Филя! Мария! Эх, хотел бы я себе такого робота, чтобы уроки за меня делал. И экзамены сдавал, и в институт ходил, и на работу, да? Эх, ты права. Не лучшая идея. Пойду делать уроки сам. И я, ведь мультобзор подошёл к концу. Друзья, вам понравилось? Что ещё вы хотите узнать о любимых мультфильмах? Присылайте свои вопросы и не пропускайте наши выпуски. Чтобы знать о мультфильмах, всё! Пока-пока! До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!